Самарцы активно голосуют за присвоение Самаре статуса город трудовой доблести. Уже превышен рубеж в 116 тысяч подписей, при этом работа продолжается, планируют собрать более 300. Общественные организации Самарской области, лидеры общественного мнения и рядовые жители надеются, что Самара уже 1 мая в числе первых получит почетный статус. Город Самара, такие вот муниципальные районы, Сокринский, Кошкинский, Крастормейский, Шенталинский, настолько добросовестно и прекрасно отнеслись вот к этому мероприятию, это очень-очень здорово. Тесно взаимодействовали на местах подбора всех подписей. По-другому просто поступить нельзя. Помимо Самары на статус город трудовой доблести претендует 30 городов. Среди них Нижний Новгород, Пермь, Саранск, Казань и другие. Идею присвоить городам новое звание озвучил президент России Владимир Путин в середине декабря. Теперь каждый претендент на звание должен доказать, что его жители внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях. Основанием для присвоения могут стать награды для заводов, вручения переходящих красных знамен от Госкомитета обороны СССР, награды работников за трудовые подвиги или подтвержденные факты героизма жителей города. В годы Великой Отечественной Самара носила статус Куйбышев «Запасная столица». Глава Самары Елена Лапушкина поддержала инициативу жителей. Я благодарю за ту инициативу, которую вы выдвинули. Мы все с вами живем, работаем в этом городе. Мы знаем его историю. Я совершенно точно убеждена, что наш город достойен одним из первых получить это высокое звание. Это не только дать памяти нашим с вами ветеранам. Это, конечно, и огромный такой воспитательный момент для подрастающего поколения. Надо сохранять это, надо об этом постоянно говорить. И если, а я убеждена, что оно будет нам присвоено, это высокое звание, это будет еще одна века в нашей истории. Благодарю вас за эту инициативу. Глава Самары Елена Лапушкина в ближайшее время обратится к правительству Самарской области и в Самарскую губернскую думу с предложением поддержать инициативу и в последующем передать предложение жителей президенту Владимиру Путину. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.